Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Около двух тысяч частных домов в Карачаево-Черкесии бесплатно подключили к газу. Сейчас работы ведутся в Тиберде. Капремонт многоквартирных домов, износ жилищного фонда, ветхое и аварийное жилье. Данный вопрос обсуждали в Общественной палате Республики. Многофункциональная спортивная площадка открылась в Акажиле в рамках празднования 200-летия аула. Поздравление и концертная программа. Все в честь юбиляров. В гостях у Росгвардии побывала юная жительница Тиберде. Ее мечта стать кинологом. Как происходило знакомство с профессией? Около двух тысяч частных домов в Карачаево-Черкесии бесплатно подключены к газу в рамках социальной догазификации. Об этом заявил глава региона Рашид Тимрезов. Сейчас работы по строительству распределительных газопроводов ведутся в Тиберде, где в конце прошлого года котельные были переведены на природный газ. До конца текущего года будут газифицированы первые дома жителей Верхней Тиберде, подавших заявки на подключение. Также Рашид Тимрезов отметил, что проведение работ по строительству газопровода внутри земельных участков проводится за счет республиканского бюджета абсолютно для всех заявителей без исключения. Помимо этого, с 1 марта 2023 года субсидируют многодетные и малоимущие семьи участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов их семей на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также проведение работ по газификации внутри дома. Ход реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году обсудили сегодня в Общественной палате республики. С докладом по заявленной тематике выступил председатель Общественной комиссии Общественной палаты по экологии, строительству ЖКХ и дорогам Анатолий Барков. Проблема проведения капитального ремонта многоквартирных домов актуальна ввиду износа жилищного фонда и увеличения ветхого и аварийного жилья. Также участники говорили о повышении роли собственников и муниципальных образований в решении вопросов капремонта. Обсуждали текущие проблемы и возможности их решения. В 2023 году ведутся работы по капитальному ремонту в 30 многоквартирных домах. Из них можно отметить в том числе капитальный ремонт криши у нас в 16 многоквартирных домах, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 5 многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов у нас производится в 3 многоквартирных домах, И замена лифтового оборудования у нас происходит в шести многоквартирных домах, которые включают 24 единицы. То есть лифтовая система поменяет. По состоянию на сегодняшний день у нас больше 50 объектов уже приняты, подписаны соответствующие акты. По остальным объектам уже на сегодняшний день ведется акт приема работы. Еще 17 сельских школ Карачаева-Черкесии оснастили в текущем году современным цифровым оборудованием. Оно поступило в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Ноутбуки, интерактивные доски, камеры и другая современная цифровая техника позволяют ребятам быстро осваивать новые технологии, решать сложные задачи, создавать собственные проекты. Обеспечили и стабильный интернет. Теперь школьникам доступны образовательные онлайн-программы, а также всероссийские конкурсы и школьные олимпиады, проходящие в режиме онлайн. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялось заседание Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка в республике. В ходе собрания прошло обсуждение в результатах деятельности данного подразделения утверждения плана работы на следующий год. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Наш совещательный орган направлен на поддержку в становлении и воспитании подрастающего поколения, отмечая члены Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка Карачаева-Черкесии. Всех участников заседания поприветствовала председатель общественной палаты региона Елена Ляшова. Она подчеркнула, что рулятся незаменима в построении общества и сегодня нам необходимо всячески поддерживать данное подразделение. Мы очень рады, что они выбирают именно нашу площадку, именно здесь проводят свои заседания. Это говорит о том, что не просто им нужен зал, а это значит, они хотят получить тот заряд, ту бодрость, ту ауру, которая есть в общественной палате. И в принципе мы с вами делаем одно дело. Я просто вижу все знакомые лица тех людей, которые тесно взаимодействуют с общественной палатой. В ходе заседания члены Совета отцов обсудили вопросы касаемо патриотического воспитания молодежи. Также в мероприятии принимали участие представители духовенства, которые отметили необходимость обращения внимания на духовно-нравственное состояние молодого поколения. Руководитель уполномоченным по правам ребенка Карачаева-Черкесии Мария Алакаева подчеркнула, что Советом отцов проделана большая работа и приятно видеть, что многие общественники оказывают им поддержку. Папы, они как мужчины, как глава семьи, видят те моменты, которые не видим, допустим, мы упускаем. Это может быть где-то открытый люк, это может быть где-то не установлен пешеходный переход, там, где он должен быть, там, где он необходим. Плюс для меня лично и для аппарата уполномоченного это всегда помощь и поддержка в наших мониторингах. Ежегодно проводятся мониторинги питания детей в школах, кроме того, безопасности детей в школах и оснащение медицинских кабинетов. На сегодняшний день нам необходимо активизировать наших членов Совета, которые находятся в районах республики. И мы уверены, что только сообща мы можем достигнуть наших намеченных целей, отмечают представители данного совещательного органа. В перспективе, в принципе, это создание совета отцов местных отделений, то есть, скажем так, район. У нас есть, в принципе, районы, но недостаточно активно они как бы действуют, поэтому будем вот стараться в этом направлении работать. Но опять-таки продолжение той работы, которая начата, это то, что касается и безопасности детей, это то, что касается соблюдения их прав тоже детей. В завершении встречи состоялось подведение итогов фото-конкурса «Мой папа – самый лучший», посвященный Дню Отца. В итоге победителями были признаны шесть участников, которые будут награждены ценными призами. Аля Ханепшоков, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах минус 1, минус 6, а днем 14 градусов выше нуля, местами до плюс 7. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,2, а днем 12-14 градусов тепла. В Акожиле 200 лет. Торжественное мероприятие в честь юбилея аула состоялось в Адыгехабльском районе. В рамках празднования открылась современная спортивная площадка. Она станет центром здоровья для духовного и физического развития детей и подростков. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В Акожиле уникальное место, расположенное в живописном уголке нашей республики, со своей историей и колоритом. В ауле проживают дружные, трудолюбивые и гостеприимные люди. Всех их объединяет любовь к своей земле, уважение к традициям и гордость за родной аул. В этот знаменательный день почетные гости поздравляли местных жителей с юбилеем. Лично от всей души поздравляю вас с 200-летним аула. Это знаменательная дата, прекрасный повод отметить, что жители аула Вакожиле всегда были и остаются трудолюбивыми, доброжелательными, гостеприимными людьми, истинными патриотами своей малой родины. Ценно и то, что аульчане сохранили культурное и историческое наследие своего народа и продолжают растить и воспитывать своих детей достойными своих предков. «Благодарю за вклад каждого жителя аула, за ежедневный труд и искреннее стремление сделать свой родной край еще красивее и комфортнее». Поздравляли жителей вокально-хореографические ансамбли из Адыгихабля. Яркие завораживающие номера сменялись один за другим, придавая празднику особую атмосферу. «Как же прекрасна наша родная земля, черкесия душа моя, а я твоя черкешинка». В честь празднования юбилея аула Вакожили на территории общеобразовательной школы имени Мурата Карданова открыли новую современную детскую спортивную площадку. Почетное право разрезать красную ленточку и открыть дорогу в мир спорта для молодого поколения предоставили исполняющему обязанности главы Адыгихабльского района Мухтару Астежеву и министру спорта и физической культуры Карачаева-Черкесии Рашиду Узденову. Строительство стало возможным в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни» национальной программы «Демография». «От имени правительства, от имени главы нашей республики Рашида Бориспича, тем не менее, вот такой подарок к 200-летию нашего прекрасного аула Вакожили, чтобы здесь занимались своим здоровьем старшее поколение, воспитывались детишки, чтобы здесь совершали как раз-таки первые шаги наши будущие великие спортсмены, победители мировых уровней соревнований Олимпиад, чтобы эта площадка всегда была дополнена детьми». На протяжении торжественного мероприятия чествовали почетных жителей аула, которые внесли большой вклад в развитие и благополучие родного Вакожили. Празднование продолжилось застольем и танцами. Дарья Тендит, Зарема Карданова, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Адыгихабльский район. В гостях у Росгвардии сегодня побывала юная жительница Тибирды Маргарита, будущая мечтающая стать кинологом. Специально для нее сотрудники регионального управления провели экскурсию по кинологическому городку. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Юная жительница Тибирды Маргарита в сопровождении мамы посетила этот кинологический городок в рамках постоянной ведомственной рубрики в гостях у Росгвардии. Вот-вот должна осуществиться ее мечта ближе познакомиться с работой кинолога и узнать как можно больше адресировки четвероногих специалистов по некоторым видам служебной деятельности. По словам самой девочки, изначально она думала, что встретит большое число собак, которые будут громко лаять, возможно, пытаться укусить. Однако на деле все оказалось иначе. Экскурсия началась около вольеров с питомцами. После прибытия на кинологический городок специалисты начинают свой день с выгуливания своих служебных собак. Далее идет у нас кормление. Давай попробуем выгулить собачку. Этот немецкий Курцхар попадает в объектив видеокамеры в первый раз. Впрочем, несмотря на отвлекающие факторы, он четко выполняет все команды кинолога Артема Будникова. Маргарита мечтает стать кинологом. В городок она и приехала, чтобы ближе познакомиться с этой профессией. Но и в качестве юного журналиста девочка тоже неплохо смотрится. Сложно ли быть кинологом? Ну, не очень сложно. Главное, свою профессию знать, знать материал по своему роду службы и постоянно обучаться. Потому что вся наша жизнь – это обучение новой методикой кондрессировки и соблюдение правил ухода и содержания служебных собак. Маргарита умело преодолела полосу препятствий под руководством опытных наставников из Росгвардии. Затем понаблюдала за работой четвероногого поисковика взрывчатых веществ и продолжила изучать специфику дрессировки питомцев. Можно ли обучить взрослую собаку? Конечно, можно. Любую собаку можно обучить. Главное, чтобы желание было. Ну и терпение. Они, знаешь, очень резвые, очень веселые. С ними никогда скучно не бывает. А так, для первых шагов, чтобы так обучить, мы используем корм. Там подкармливаем. Если он сел, мы даем чуть корму. Если он команду дал, он лег, мы еще корм даем. Чуть позже школьница поделилась своими впечатлениями от экскурсии и знакомства со служебными собаками. Моя мечта осуществилась. Я посмотрела, как работать им, как учить собак. Мне очень понравилось. Я очень благодарна Росгвардии и вам за осуществление мечты ребенка, что она побывала в этом месте, прочувствовала душой и сердцем, увидела своими глазками эту работу. Большое вам спасибо. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Более полутора миллиона туристов посетили курорты Карачаево-Черкесии с начала 2023 года. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Дамбай и Архыс, а также Тибердинский национальный парк. При постоянном функционировании курортных зон региона эксперты прогнозируют, что турпоток к концу года составит около двух миллионов человек. Напомним, курорты Карачаево-Черкесии вошли в топ-10 среди популярных направлений для отдыха на базах в октябре 2023 года. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Прямо сейчас смотрите под видео! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...